27-й год до нашей эры был временем возникновения Римской империи. Мощь империи постепенно возрастала, и она ширилась, захватывая территории Европы, Азии и Африки, заняв доминирующее положение в Средиземноморье. Под властью империи оказалась пятая часть всего населения мира того времени. После того, как Римская империя захватила Иерусалим, изгнав евреев из Израиля, христианство распространилось по всей Римской империи. И проповедана будет сие Евангелие Царствия во всей Вселенной, во всем народе и на небесах. В 313 году нашей эры римский император Константин I узаконил христианство. Прошли годы, и оно получило статус официальной государственной религии. Эти события способствовали распространению и расширению христианства по всей Европе, Азии и Африке, на все человечество. Это заложило основу для распространения христианства среди правящих классов и простого народа этих континентов. И это, конечно, оказало влияние на жизнь людей целых континентов, на их веру, мысли, нравственность, поведение и общественные устои. Оно также оказало влияние на идеологию и политическую карьеру многих поколений правителей. Широкое распространение христианства в Римской империи и расширение его влияния вызвали смятение у правителей Рима. Христианство слишком пугало их. Они видели в нем врага. Чтобы не потерять из-за происходящего свою власть, они развернули жестокие гонения на христианство, убив огромное количество верующих. Римская империи Римская империя навлекла на себя стихийные бедствия. Внутренние распри, набеги внешних врагов, а также многочисленные эпидемии. Они повторялись неоднократно. Более кратковременные продолжались несколько десятилетий, а более длительные – дольше ста лет. Это привело к резкому падению численности населения империи. Некогда могущественная древнеримская империя пришла в упадок. Римская империя Римская империя В 1453 году древний Рим погрузился в хаос. Константинополь пал под натиском атаманской империи. И этим завершилась книга славной истории Римской империи. Так, после 1500 лет славной истории, начался закат империи. Ее крушение было вызвано гневом Божьим. Причиной основания древнеримской империи и ее подъема была необходимость обеспечить распространение христианства. Золотой век империи начался с утверждения христианства государственной религией. Причиной гибели империи стали гонения на христиан. Хотя Римская империя прекратила свое существование и ушла с исторической сцены, Ее великая миссия, ее стремительное развитие и само существование в человеческой истории Оказали неизгладимое влияние на последующие поколения. Она сыграла большую роль в распространении христианства и содействовала распространению христианского мышления и его укоренению в человеческих умах. Хотя процветание Древнего Рима и осталось в прошлом, влияние христианства на человечество не угасло. Христианство продолжает питать и направлять многие поколения людей, Подобно глубоко укоренившемуся в сердцах людей семени, оно исполнено жизненной силой. Оно не только привело к освобождению человеческой мысли, явившись движущей силой возрождения, но и придало совершенно новое направление и вдохновение человеческому развитию во всех сферах жизни. Это давало искусству, культуре и науке Европы толчок к развитию и привело к небывалому расцвету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok